В эти дни глава Среднеазиатского митрополитчьего округа совершил традиционный ахипасырский визит в Ферганское благочиние. Митрополиты Ташкентского и Узбекистанского Викентия встречали прихожане городов Кувасай, Фергана, Андижан и Кокант. Следующий сюжет подготовлен по материалам пресс-службы Ташкентской епархии. Митрополит Викентий поздравил жителей Кувасай с престольным праздником. В день, когда Русская Церковь почитала память праведного Иоанна Кронштадтского и священномученика Игнатия Богоносца. По окончании литургии митрополит Викентий с духовенством совершил вокруг храма крестный ход. Архипастор вручил настоятелю храма отцу Александру и благотворителю медали в честь 150-летнего юбилея Ташкентской епархии, а также поздравил всех православных христиан города с праздником Рождества Христова и Гражданским Новым Годом. В тот же день глава Среднеазиатского митрополитчевого округа митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий совершил паэлеелейное богослужение в храме преподобного Сергия Радонежского города Ферганы. Перед началом службы архипастор осветил новые колокола, которые были отлеты в России специально для ферганского храма. За богослужение митрополит Викентий вручил настоятелю храма отцу Игорю и диагону Максиму медали в честь 150-летия Ташкентской епархии, а всем прихожанам вручил сладкие подарки по случаю торжества Рождества Христова. А в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всей Руси чудотворца, глава Среднеизиадского митрополитического округа совершил божественную литургию в храме Всех Святых города Андижана. За богослужением архипастор также вручил памятные епархиальные награды, а затем обратился к молящимся с архипасторским словом, рассказав о трудах и подвигах святителя Петра. Митрополит Петр перенес кафедры из Владимиров в Москву и предсказал, что Москва будет центром духовной жизни, центром светской жизни, и его пророчество исполнилось. И мы знаем, что действительно Москва является центром столицы российской державы еще с древних времен и, конечно, центром церковной жизни. И митрополит Петр, он имеет особое благоволение и почтение к нам до сих пор, потому что он снискал особую любовь за его благочестивую и добродетельную жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.